За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 6 случаев заболевания COVID-19. На лечении находится 31 человек. Как уберечь себя и своих близких от заболевания, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Во всех регионах страны наблюдается всплеск заболеваний коронавирусной инфекцией, в том числе и в Ненецком округе, за счет возвращения отпускников из-за пределов региона. Медики отмечают, что третья коронавирусная волна протекает для заболевших в более тяжелой форме. Помимо официально представленной статистики по заболевшим, есть и другие не менее впечатляющие цифры. Так, в настоящее время на учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 136 человек, близко контактировавших с заболевшими ковидом. Их исследуют на наличие или отсутствие инфекции. Медики утверждают, чтобы выработать коллективный иммунитет и противостоять болезни, необходимо вакцинировать 60% взрослого населения. Здесь уже учтено все. То есть и то, что люди переболели, и то, что есть естественный иммунитет, который формируется при принесенном заболевании, нам нужно привить не менее 19,5 тысяч взрослого населения. То есть это входит сюда лица с 18 лет и до глубокой старости. Учитывая, что у нас вакцины есть, они разрешены к использованию в более глубоком возрасте, то есть это старшее поколение, то у нас есть все шансы остановить процесс, активно начать вакцинироваться прямо сегодня, прямо сейчас. В Нинецком округе продолжают действовать ограничительные меры. Также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции работодателям рекомендовано допускать к работе сотрудников, вернувшихся из отпусков с документами, подтверждающими отсутствие коронавирусной инфекции. В их числе справка с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о наличии антител. Необходимо помнить и о действующих мерах безопасности, а именно сохранять социальную дистанцию полтора метра, носить маски в общественных местах. С вчерашнего дня во всех медицинских организациях веден жесткий контроль. То есть мы пациентов без масок вообще в медицинскую организацию не допускаем. Масок на затраченном количестве есть в аптечной сети, приобрести их можно необходимо. И посещение всех учреждений, где есть массовое скопление людей, идет в масках. То есть сейчас мы будем снова запускать рейды по соблюдению санэпиднорганского населения в местах, где скапливаются люди. Это магазины, это общественные какие-то организации, медицинские организации. То есть везде, где есть люди, будет проведен контроль, и лица, которые нарушают санэпидрежим, будут наказаны. Потому что это уже наша безопасность. Так называемый постковидный синдром – это те последствия, которые проявляются в организме человека в более поздний период после перенесенного заболевания. То есть пациент может переболеть коронавирусной инфекцией, а позже почувствовать проблемы, связанные с поражением сердечно-сосудистой, постномышечной, центральной нервной системы, а также желудочно-кишечного тракта. Медики продолжают следить за состоянием здоровья пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Для них специально будет организована диспансеризация. И сейчас эти люди у нас находятся под пристальным контролем. И с 1 июля у нас начинается диспансеризация, которая направлена как раз на контроль за состоянием этих людей для более раннего выявления тех осложнений, которые у них развились после ковида. То есть лицам будет этим проведено КТ-исследование, более углубленные УЗИ-исследования, вплоть до исследования сосудов. Будут проведены исследования крови на предмет сохранения длительной воспалительной реакции. По словам медиков, после вакцинации от ковида 100% гарантии того, что человек не заболеет коронавирусом нет. Однако у вакцинированных заболевших болезнь будет протекать в легкой форме, и пациент сумеет избежать постковидного синдрома, который в большинстве случаев тяжело купировать. «Предотвратите постковидный синдром и снизить смертность нашего населения – это сделать вакцинацию. Другого способа просто не придумано. То есть если сейчас уходить уже в историю, мы очень много инфекций победили благодаря вакцинации. У нас в свое время умирали люди от полимелита, от коклюша, от кори, от дифтерии. Все это мы победили, все это мы сделали управляемым только благодаря вакцинации». Привиться в округе можно тремя вакцинами. Это «Спутник Ви», «Эпивак Корона», а также «Ковивак». Какую из них выбрать для своего организма, порекомендует врач, исходя из наличия хронических заболеваний вакцинируемого. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг, либо в своей медорганизации по месту жительства. Прививка бесплатная. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал Север.